сегодня я буду говорить о том что язык надо изучать с позиции современных подходов сегодня 21 век 2019 год это означает что это уже время одного поколения почему я говорю о поколении потому что мое святое убеждение состоит в том что знания должны иметь возраст одного поколения нельзя разные поколения скажем обеспечивать одними и теми же знаниями потому что жизнь видоизменяется внешняя жизнь стремительно меняется вы сами понимаете что сегодня век информационных технологий и этот век задает свои векторы видоизменения внешних атрибутов жизни но не только внешних атрибутов жизни но и внутренних это означает что человек понимает мир обрабатывает то что видит перерабатывает и складирует своей голове абсолютно другими ориентирами это основание того что нужно знание всегда видоизменять наш выдающийся семиотик юрий лотман говорил о том что язык например в частности надо рассматривать всегда как семиосферу то есть не только внешние признаки языка как звучит какие грамматические структуры мы используем какие функции мы реализуем в коммуникации и так далее так далее это чисто внешние до признаки но совокупности с другими факторами внутренними факторами это означает что надо учитывать психику носителей культуры да надо учитывать те ориентиры ментальные которые человек сформировал в течение своей длинной или короткой жизни и так далее то есть в совокупности внешних и внутренних факторов также юрий лотман говорил о том что знание никогда не догоняет вот те внешние изменения потому что научный прогресс естественным образом отстает и вот в таких случаях он рекомендует знание описывать как стереоскопичное вот этот термин означает что надо брать знание из соседних рядом лежащих областей то есть уже здесь заложено междисциплинарность те скажем исследователи которые опосредованно имеет дело с языком вот они являются вот тем скажем ассистентом которые нам дадут новые знания то есть получается что тот который по другую границу является другим то есть имеет уже другую позицию и вот так он объясняет стереоскопию знания вот что я хочу сказать о языке язык надо изучать всегда как живой язык но в рамках живого знания потому что знание всегда абсолютно стремительно перманентно видоизменяется сегодня используется много терминов говорят с разными приставками мульти транс меш и так далее вот лично я иду вслед за позиции эдгара морена который является президентом французской академии сложного мышления очень конечно такое интригующее название имеет ассоциации сложное мышление французы вообще впереди планеты всей особенно в постмодернистской философии исследования языка и вот он предлагает универсализовать вот эти термины и предлагает вот поле называть вот допустим объект язык он лежит в поле дисциплинарном поле то есть получается язык надо исследовать как объект поле дисциплинарного поля сами исследования он называет междисциплинарными и а стратегию следования он называет транс дисциплинарный поэтому просто я считаю когда есть большая путаница как назвать вот мы должны сотрудничать со смежными и дальними областями знания вот как называть вот я считаю что он очень обоснованно предлагает подход то есть междисциплинарные исследования с помощью транс дисциплинарной стратегии и в итоге мы имеем поле дисциплинарные поле междисциплинарные исследования можно проиллюстрировать скажем формата интегрирования чисто лингвистических знаний и нейрофизиологии на первый взгляд кажется нейрофизиология ну это же абсолютно другая сфера но тем не менее мы должны вспомнить что вообще человека как объект исследования изучает абсолютно разные науки например что изучает нейрофизиологии он а эта наука и плюс биологии изучает вот функционирование коры головного мозга социальный статус изучает социология политические стремления изучает политология коммуникацию или бы просто скажем языковые какие-то структуры изучает лингвистика человек который творит литературные произведения изучает литературу и так далее так далее то есть вообще человека распределили по всем областям знания и вот кто-то должен соединять в этом смысле эдгар морен говорит что нельзя области знания вот закрывать за семью замками и не пускать скажем исследователей из смежных наук и в этом он очень прав потому что вот язык например как это нечто что аккумулирует человека вот реализовывает человек себя в частности большей степени в языке соответственно получается тоже находится за закрытыми дверями вот давайте посмотрим как нейрофизиология может помочь вот 1870-х годах вот французами хирургами было исследовано и открыто что наблюдая за пациентами которые пережили инсульт они выявили что в левом полушарии речевая моторика живет в двух полушариях ну в частности если будем говорить о семантике вот то есть тот контент который отправляет человек за словами живет в двух полушариях то есть получается что человек который говорит в основном зона брака который находится в левом полушарии активируется то есть другими словами язык когда производится он обслуживается разными нейронами то есть не теми которые обслуживается мысль например да человек всегда помыслил и некоторую часть помысленного отправляет словах то есть получается это абсолютно как бы медицинское данные но меня всегда поражает почему до сих пор это не используется лингвистами потому что это очень далеко идущий постулат до конца двадцатого стилетия считали что человек мыслит в слове то есть вот слово говорим и внутри как бы в коконе мысль находится это абсолютно противонаучная вообще догма то есть мысль всегда опережает слова но пусть это будет одна секунда пусть это будет полтора секунда у кого-то это мысли сначала течет течет занимает все пространство когнитивный человек а потом он долго эту мысль рафинирует долго и ее мониторит и потом только вот выпускает потому что люди все-таки это homo sapiens человек разумный человек разумно отличается от животного тем что мы символические особи мы мыслим схемах символах в ориентирах в отличие от животных но понятно что я тут немножко гиперболизируя но тем не менее нужно отчетливо понимать что человек разумный всегда контролирует свою мысль потому что это только годовалый ребенок может сказать все что думает и вот с двух но кто-то с полутора некоторые дети вообще очень рано начинает контролировать тоже свое мышление и мы учитываем факторы то есть мы знаем что сказать и что не сказать на какую тему что сказать кому сказать одно а другому сказать другое так далее то есть это нормальный вообще механизм коммуникации человека и в этом смысле вот нейрофизиология давным-давно сказала что моторика это одно а помысленные и скажем то семантика которые человек выбирает для оречивления для вербализации это другое мы должны взять на вооружение в научных ли исследованиях в обучении ли языку отечественному или иностранному мы должны взять это как первооснова потому что мы же не описываем какие-то идеальные скажем модели мы описываем рождение речи абсолютно в естественном формате мы не должны придумывать мы до этого лингвисты все время придумывали то есть лингвистика я понимаю что это наука который придумывает какие-то модели придумывает концепции и они никак не подтверждаются естественно научными данными то есть мы не совсем с ними дружим но вот юрий лотман то давно об этом сказал что надо дружить с ними соответственно мы должны принимать и где-то даже сообща проводить конференции диспуты дискуссии вот можно ли вот этот постулат брать за первооснову и так далее так далее то есть нейрофизиология нам дает просто удивительные исходные пункты давайте рассмотрим очень близкую нам лингвистам область знания которая называется культурология есть еще современная полуинтегрированная область которая называется лингвокультурология в этой области знаний есть знаменитая теория артефактов английского психолога ученого известного теоретика майкла коула его теория называется теория артефактов так вот согласно этой теории артефакты делятся на три уровня первичные артефакты это те материальные ценности которые не производит любая культура каждой культуре их великое множество вторичные артефакты это те когнитивные структуры сознания которые как раз является мыслью например есть такая когнитивной структуры сознания как скрипт сценарий например вот у всех людей есть знание как например сходить в ресторан как сдать экзамен вот как обойтись и ну скажем меньшим бюджетным ресурсом например и так далее так далее это вот такой термин современной когнитивной структуры сознания есть концепт слова концепт означает что у всех есть некий такой большой ассоциативный мысленный образ вот когда я представляю что такое вечная обитель мерзлоты вот я представляю такой голубоватый одноцветный ледяной дворец в котором находится скульптуры вот это можно назвать мое представление ассоциативного образа вот вечная мерзлота до критичный артефакт нам лингвистам очень важен почему потому что мы должны каким-то образом добыть данные которые сказал например в частности майкл колу почему вот этот или другой носитель культуры так мыслит то есть он объясняет третичными артефактами этот некие основания которые говорят о о предках говорят о каких-то завещаниях о донесениях о ценностных ориентирах которые культивируются не только вот в этом обществе скажем малой социальной группы но культивируется например в россии вот нам бы хорошо бы лингвистам добывать знания из таких областей как нейрофизиология и культурологии да на Субтитры создавал DimaTorzok